Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятие по алгебре и началам анализа 10 класса и тема нашего сегодняшнего урока – приращение функции, приращение аргумента и понятие о производной функции. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего урока – это узнать определение приращения аргумента функции, приращения функции и производной функции. Ознакомиться с основными правилами вычисления приращения аргумента функции и приращения функции. А также будем учиться решать задачи о приращении аргумента функции и приращении функции. Что такое приращение аргумента функции? Пусть нам задана какая-нибудь произвольная точка x, лежащая в области определения функции, тогда разность x-x0 называется приращением независимой переменной или иногда называют приращением аргумента в точке x0 и обозначается оно Δx. Если посмотреть на график, то Δx вычисляется по следующей форме. Δx равна x-x0. Откуда следует, что x у нас будет равен x0 плюс Δx. Δx в данном случае является приращением аргумента. Теперь давайте рассмотрим, что такое приращение функции. При приращении аргумента значение функции f изменится на величину f от x минус f от x0. Или иногда записывают как f от x0 плюс Δx минус f от x0. Эта разность называется приращение функции f в точке x0 соответствующим приращению Δx и обозначает символом Δf. Читается как Δf. То есть по определению Δf у нас будет равен f от x0 плюс Δx минус f от x0. Откуда мы получаем f от x равна f от x плюс f от x0 плюс Δx. То есть оно равно Δf плюс f от x0. Давайте посмотрим на графике, что же это у нас означает Δf. На графике видно, красной точкой мы обозначили точку x0. зеленой точку x, которая равна у нас x0 плюс Δx. То есть у нас точка x0 получает приращение Δx. Тогда, если посмотреть по оси y, у нас красной точкой обозначена функция f от x0. Значение функции f от x0. А зеленой точкой значение функции f от x равна f от x плюс Δx. То есть мы смотрим приращение функции, прирост, насколько значение функции f от x изменится при малом изменении аргумента x0. Давайте рассмотрим несколько примеров. Найти приращение Δx и Δf в точке x0, если вариант а f от x равен x квадрат плюс x, где x0 у нас равен 2, а x равен 2,1. И вариант b это f от x равен x квадрат минус x, где x0 равен 2, а x равен 1,9. Решим первый пример. Давайте найдем Δx. Δx у нас при решении аргумента, то есть оно вычисляется по формуле x минус x0. x у нас равен 2,1. Отнимаем 2, получаем 0,1. Теперь вычислим Δf. Δf у нас вычисляется по формуле f от x плюс Δx минус f от x0. В нашем случае x0 плюс Δx это x, так что можно сразу подставить данные значения в нашу функцию. То есть мы получаем, что Δf будет равен 2,1 в квадрате плюс 2,1. Это в нашем случае f от x. И отнимаем f от x0, то есть x0 у нас 2, подставляем данные значения 2 в функцию f от x, мы получим 2 в квадрате плюс 2. Упрощаем данное выражение. Получаем, что Δf равен 6,51 минус 6. Или это 0,51. Ответ мы получаем, что Δx у нас равен 0,1 и Δf равен 0,51. Теперь решим вариант B. Вычислим Δx. Δx равен у нас x минус x0. x у нас 1,9, отнимаем 2, получаем минус 0,1. Важно помнить, что Δx может быть еще и отрицательным числом, то есть приращение может идти в отрицательную сторону. Теперь давайте вычислим Δf. Δf у нас равен f от x0 плюс Δx минус f от x0. Подставляем наши значения в функцию. То есть Δf у нас будет равен, подставляем вместо x0 плюс Δx 1,9 в нашу функцию, мы получаем 1,9 в квадрате минус 1,9 и минус f от x0 у нас будет 2 в квадрате минус 2. Если мы упростим, получим Δf равен 1,71 минус 2. То есть это минус 0,29. Ответ у нас получается, что Δx равен минус 0,1 и Δf равен минус 0,29. Давайте рассмотрим следующий график. Здесь у нас в красной линии обозначена функция y равная f от x. l у нас это секущая к графику f в точках a с координатами x0 и y0 и b с координатами x и y. k, угол α, который образуется с осью Ox и секущей l, у нас называется угловым коэффициентом секущей l. Она вычисляется следующим образом. Обычно k у нас равен тангенс α, то есть угловой коэффициент. Его можно вычислить как Δy деленное на Δx. Δy — это наш Δf, то есть это у нас превращение функции, не забываем. А Δx — это превращение аргумента функции. На графике они приведены и выделены зеленым цветом. Отношение Δf деленное на Δx иногда еще называют средней скоростью изменения функции f. То есть это если рассматривать с точки зрения физики, посмотрите, что если x — это у нас было бы время, а f от x у нас пройденное расстояние, то мы вычисляем среднюю скорость, скорость которой прошел какой-нибудь объект, за время Δx. Давайте рассмотрим несколько примеров. Радиус круга равен 3 см. Просят найти погрешность, допущенную при вычислении его площади и длины соответствующей окружности, если погрешность при измерении длины радиуса равна 0,2 см. Давайте рассмотрим нашу окружность. Первый раз, когда мерили, у них получилась желтая окружность, желтый круг с радиусом 3. Но погрешность может быть такой, что, скорее всего, радиус равен 3,2 см. Тогда нам необходимо вычислить данную область, которая у нас напоминает красный диск. Это будет нашей погрешностью при вычислении площади окружности. А длина округа у нас, синяя длина округа, это у нас значение при х, равном 3,2 см. А зеленая длина окружности — это при значении 3 см. Разность их даст нам погрешность при вычислении длины соответствующей окружности. Давайте вычислим их. Для этого надо вспомнить, что в нашем случае дельта r у нас равен 0,2. Необходимо вычислить дельта l окружности и дельта s нашего круга. Давайте вспомним некоторые формулы из геометрии. Площадь круга вычисляется по формуле πr в квадрате, а длина окружности по формуле 2π умноженное на r. Вычислим теперь дельта l. Дельта l у нас будет равен l от r нулевое плюс дельта r минус l от r нулевое. То есть дельта l у нас равен 2π умноженное на... вместо r у нас есть значение 3 плюс 0,2 минус 2 умноженное на π и умноженное на r радиус у нас. А это равно будет у нас. Если π мы вынесем за знак скобки, мы получаем 6,4 и минус 6. То есть это равно 0,4π. То есть погрешность при изменении длины окружности у нас получилась 0,4π. Теперь вычислим погрешность при вычислении площади круга. Дельта s у нас будет равен s от r нулевое плюс дельта r минус s от r нулевого. Дельта s, погрешность при вычислении площади круга, будет равен π умноженное на r в квадрат. Вместо r подставляем 3 плюс 0,2 в квадрате минус π умноженное на r нулевое в квадрате. А r нулевое у нас равен 3. То есть мы получаем... Если мы вынесем π за знак скобки, получаем π умноженное на 10,24 минус 9. То есть это 1,24π. То есть при измерении длины окружности мы получили погрешность 0,4π. А при вычислении площади круга 1,24π. Давайте мы с вами найдем... Решим еще одну задачу. Найдите превращение функции f в точке x нулевой, если а говорит f от x равен косинус квадрат x, где x нулевое у нас равен 2π деленное на 3, а x равен 3π деленное на 4. И вариант b. f от x равен корень из 2x минус 1, где x нулевое равен 1,22, а x равен 1,24, а x равен 1,245. Помним, как вычисляется дельта f. Дельта f у нас вычисляется по формуле f от x минус f от x нулевое. То есть в нашем случае у нас будет... Дельта f у нас будет равен косинус квадрат. Вместо x подставляем 3π деленное на 4 минус косинус квадрат 2π деленное на 3. Это у нас значение при x нулевой равен 2π на 3. Продолжим упрощение. Дельта f будет равен... Мы знаем, что косинус 3π деленное на 4 — это минус корень из 2 деленное на 2. Возведем его в квадрат. Минус косинус 2π деленное на 3 — это у нас минус 1,2. Возводим его в квадрат. Это будет равно 2 четвертых минус 1 четвертая. Или ответ у нас будет 1 четвертая. Вариант b раз. Помним, что дельта f у нас равен f от x минус f от x нулевое. Единственная функция f от x у нас в нашем случае во втором равен корень из 2x минус 1. Подставляя вместо x значение 1,345, мы получаем корень 2 умноженное на 1,345 минус 1. И минус корень от 2 умноженное. Вместо x нулевого подставляем 1,22 и минус 1. Упрощаем данное выражение. Мы получаем, что дельта f у нас будет равен. Корень от 1,69 минус корень от 1,44. Первое подкоренное выражение дает нам 1,3 и минус второе подкоренное выражение дает нам 1,2. То есть ответ у нас будет 0,1. Решим следующую задачу. Нужно вычислить угловой коэффициент секущей графику функции f от x равна 1 вторая x в квадрате, проходящей через точки с данными абциссами x1 и x2. В варианте а у нас x1 равен 0, а x2 — 1. В варианте b у нас x1 равен минус 1, а x2 равен минус 2. Как вычисляется угловой коэффициент секущей? Вспоминаем, что это отношение приращения функции к приращению аргумента. То есть k у нас будет равен f от x2 минус f от x1, деленный на x2 минус x1. Подставляем наши значения. Мы получаем, что k у нас будет равен 1,2 умноженное на x2, но x2 у нас равен 1, 1 в квадрате минус 1,2 умноженное на x1 в квадрате, это то есть 0 в квадрате, и деленное на 1 минус 0. То есть ответ у нас будет 1,2. Рассмотрим второй пример. Угловой коэффициент, помним, что оно вычисляется, опять же, по формуле f от x2 минус f от x1, деленное на x2 минус x1. Подставляем наши соответствующие значения, мы получим k равно 1,2 умноженное на минус 2 в квадрате, и минус 1,2 умноженное на минус 1 в квадрате. И все это делится на минус 2 минус минус 1. А это у нас равно 4,2 минус будет 1,2. 2, деленное на минус 1. Или это равно минус 3 вторых. То есть угловой коэффициент в нашем случае будет равен минус 3 вторых. Давайте рассмотрим такое понятие, как касательное графико функции. Угловой коэффициент секущий, как мы помним, вычисляется как отношение. Дельта y к дельта x. Но что будет, если мы начнем две точки, секущие, приближая друг к другу, в конце концов мы получим одну точку, через которую проходит касательное y. Для функции y равна x в квадрате в точке 1,1 с координатами, проведем касательную y равна 2x минус 1. Она касается графика функции y равна x в квадрат в точке 1,1 и больше нигде. Что будет, если мы увеличим наше изображение, которое у нас приведено во втором графике? У нас начинаются все графики. При приближении мы получаем, что график y равна 2x минус 1 и y равна x в квадрат сливаются воедино в точках, близких к координатам 1,1, то есть к точке их касания. Как вычисляется касательная графика функции? k от дельта x, то есть если мы зафиксируем x нулевое, представим, что она какая-то фиксированная точка, тогда, а дельта x мы будем менять, то есть уменьшать, брать как можно меньшее значение, тогда мы получим следующее, что k от дельта x будет равен дельта y делен на дельта x, а дельта y у нас в данном случае для квадратного уравнения будет x0 плюс дельта x в квадрате минус x нулевое деленное на дельта x. Если мы продолжим данное равенство, мы получим x квадрат плюс 2x нулевое умноженное на дельта x плюс дельта x в квадрате и минус x нулевое в квадрате, деленное на все это дельта x. После упрощения, то есть x нулевое в квадрате минус x нулевое в квадрате можно сократить. 2x нулевое умноженное на дельта x деленное на дельта x можно на дельта x сократить, мы получаем 2х0 и плюс дельта х в квадрате деленное на дельта х даст нам просто дельта х. То есть угловой коэффициент касательный будет 2х0 плюс дельта х. Если мы дельта х начнем уменьшать, приближать к нулю, то есть расстояние между двумя точками начнем, превращение аргумента начнем стремить к нулю, то мы получим, что угловой коэффициент равен 2х0. Теперь ведем понятие производной функции. Производной функции f в точке х0 называется число, к которому стремится разностное отношение f от х0 плюс дельта х минус f от х0 деленное на дельта х. Здесь важно помнить, что разностное отношение — это если мы возьмем, например, отношение f от х0 плюс дельта х минус f от х0 деленное на х минус х0, данное отношение можно рассматривать как разностное отношение. А мы знаем, что f от х0 плюс дельта х минус f от х0 — это дельта f, то есть превращение функции, да? А нижняя часть — это у нас превращение аргумента. То есть производная функция f в точке х0 называется число, к которому стремится разностное отношение дельта f к дельта х при дельта х, стремящимся к нулю. Оно обозначается как f' от х0. Давайте решим пример. Необходимо найти производную функции f от х равная х в кубе в точке х0. Давайте сначала вычислим дельта f. Дельта f у нас будет равен по формуле х0 плюс дельта х в кубе минус х0 в кубе. А это у нас равно, если раскроем скобки, да, воспользуемся формулой сокращенного умножения, мы получим х0 в кубе плюс 3х0 в квадрате умноженное на дельта х плюс 3х0 умноженное на дельта х в квадрате плюс дельта х в кубе и минус х0 в кубе. х0 в кубе минус х0 в кубе можно сократить. Мы получаем 3х0 в квадрате умноженное на Δx плюс 3х0 умноженное на Δx в квадрате и плюс Δx в кубе. Теперь найдем отношение Δf к Δx. То есть мы получим Δf деленное на Δx у нас будет равен 3х0 в квадрате умноженное на Δx плюс 3х0 умноженное на Δx в квадрате плюс Δx в кубе деленное на Δx. После упрощения мы получим 3х0 в квадрате плюс 3х0 умноженное дельта х и плюс дельта х в квадрате. Вспомним, что такое производное. Производное — это разностное отношение к дельта f к дельта х, когда превращение аргумента дельта х у нас стремится к нулю. Очевидно, что если мы будем дельта х устремлять к нулю, то 3х0 умноженное на дельта х тоже будет стремиться к нулю. И то же самое с дельта х в квадрате. Она тоже будет стремиться к нулю, так как дельта х у нас стремится к нулю. Тогда отношение дельта f к дельта х у нас будет стремиться к 3х0 в квадрате, потому что все остальные слагаемые у нас будут стремиться к нулю. То есть производная функции f' от х0 в данной точке будет равно 3х0 в квадрате. Ответ у нас f' от х0 равно 3х0 в квадрате. Подведем итоги урока. Мы с вами узнали определение превращения аргумента функции, превращения функции и производной функции. Ознакомились с основными правилами вычисления превращения аргумента функции и превращения функции. И решали с вами задачи о превращении аргумента функции и превращении функции. На этом сегодняшнее занятие у нас подходит к концу. Важно помнить, что данных примеров недостаточно для закрепления материала. Чтобы закрепить данный материал, необходимо еще повторить пройденные темы со своим школьным учителем и решить еще больше примеров. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok